Это Андрей Айропетов, и я создал шоу «Книга жалоб», где люди могут делиться самыми мелкими невзгодами без чувства вины. Может, в этом потоке недовольств мы ни к чему не придем. Да и ладно, в конце концов, завтра будет новый день и новая чистая страница. Так на что жалуетесь? Сегодня должно было быть много людей. Каждый из вас, китрецов, так сильно хотел меня поддержать, что купил по три билета по всей видимости. Я понимаю, и очень ценю вашу заботу и ваш вклад. Очень ценю. Либо для наших зрителей, собственно, расскажу, что мы находимся в Алматы. И в Алматы вчера было землетрясение. Да? Все его застали. Кто-то говорит 4 балла, кто-то говорит 5 баллов, кто-то говорит, ты что охуелся, 7 баллов. Говорят по-разному. Я все-таки, сойдемся на пяти. Ок. Сойдемся на пяти. Я вчера очень экстравагантно, скажем так, застал землетрясение. Естественно, не... То есть, посмотрите, есть 112, которые присылают смс о том, как что-то скоро случится, и я должен быть предупрежден о каком-то природном катаклизме. Например, последний смс от них. О чем они меня предупреждали? Угроза схода лавин. В горах города Алматы. Все, я в этот день в горы не ногой. Также Алматы на водоемах осторожно тонкий лед. И тут все мое времяпрепровождение по пизде пошло. По тонкому льду уже не походить. Ожидается сильный снегопад, туман, угроза схода лавин. Вообще от лавин давно кто-то умирал. Давно убегали от лавины. Давно жили в Том и Джерри. Ожидается туман, гололед, туман, гололед, гололед. И ничего проебанное землетрясением. Ни одного маленького сообщения. Нет о землетрясении. Я узнал не от 112, а, сидя на унитазе, я узнал о землетрясении. Почувствовал толчок, так сказать. Это очень странно. Я не думал, блядь, ну это вот умереть сайкосом в руках. Ну это позор. Это просто позор. Я еще только, я еще только, я в первый раз конкретно в свой отпуск съездил. В первую жизнь я думаю, отпуск съездил в Таиланд, загорел. Нашли вы меня загорелым и обосранным в итоге в этом здании. А еще, извините, что в такие погробности вас сразу погружаю. Я просто залип, норился, я слегка боюсь летать. И я залип, норился о том, как один из пилотов, опытный пилот, рассказывает о том, что турбулентность вообще не должна быть страшна. Он показал, как-то из кабины смотрится и сказал, что ни одной авиакатастрофы из-за турбулентности не случалось. И турбулентность такая, че, сука, не боишься меня? А может я на землю спущусь сейчас? И раз на раз выйдем. Очень страшно. Естественно, я убегаю, стоит моя девушка и смотрит на люстру. Люстра шатается. И мы принимаем решение убегать. Вернее, я ору, побежали быстрее. С четвертого этажа выбегают наши два соседа. Девушка и парень с собакой. И я вот собаку почти обогнал. Вот так я бежал. Я по скорости шоколадный ретривер. Вот так. То есть, и выбежал, я вам клянусь, вот пара. Ребят, наш пара и собака. Все, остальным в доме вообще плевать. И бабушка со второго этажа над нами угорает. Очень, очень страшно. Мы зачем-то пошли гулять полтора часа. Пережидаем. И мы потом уже пришли домой, типа, что делать. И, кстати, вот очень важная деталь, да? Наверное, сейчас каждый из нас прочитал уже правила, да? Как вести себя при землетрясении. В какой угол прятаться. В какую там ванну ложиться. Но когда ты вот только встаешь с унитаза и пытаешься вспомнить, что же там этот обыжешник, блядь, в восьмом классе мне говорил, кроме бля-бля-бля-бля-бля. Вот что он еще? Хоть что-то в меня вложил. Противогаза нет. Шину я себе не наложу. Что там еще было? Хоть что-то про землетрясение было. И мы уже пришли домой, ложимся спать. И не знаю почему, мне так захотелось что-то своей девушке романтичное сказать. Я говорю, зато мы бы умерли вместе. Да? Круто вместо спокойной ночи, да? Зато мы бы умерли вместе. Она такая, блин, я хотела тебе предложить, но думала, ты не согласишься. Я говорю, ну я спрашиваю, почему? Говорит, ну ты обычно не соглашаешься на какое-то совместное времяпрепровождение. Кстати, оповещения кому-то пришли. Кому-то же приходили оповещения? У вас айфон или андроид? Вот только ебаным андроидом пришли оповещения. Только андроидом. Вот такие люди выживут. Вот эти душнилы, которые на все приложение установили, вот они выживут. Я уверен, что когда вы выживете и увидите, что все мы мертвы с нашими айфонами, вы скажете, первое, что вы скажете, вы скажете, ну я же говорил, что андроид пизде. Так, еще раз говорю. Еще для тех, кто смотрит это в интернете, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий или свою жалобу, которая попадет в рубрику «Никакой эмпатии» или, может быть, в нее попадет. Собственно, на этом все. Спасибо вам за поддержку. И мы начинаем. Здравствуйте, как вас зовут? Тимирлан. Тимирлан. Давайте Тимирлану похлопаем. Тимирлан, на что жалуетесь? На то, что Google обо мне беспокоится больше, чем МЧС Казахстана. Почему Google заботится о тебе больше, чем МЧС Казахстан? Потому что Google мне написал о землетрясении до землетрясения, а МЧС… А за сколько минут до или часов? Минуты две-три точно. Это нормально, кстати. МЧС через три часа, когда уже спал, я с утра увидел. Просто еще помимо того, что не предупредили, они еще и разбудили тебя по итогу. Ну, типа да. И что думаешь с МЧС делать? Ну, тоже, знаешь, ты хочешь, чтобы Google спасал тебя в целом. Я им больше доверяю теперь. Думаешь, Google хоть раз пиздил из бюджета такое количество денег? Думаешь, Google достаточно профессионально, чтобы внедриться в эту систему? Так, ну нет, подожди, давай попробуем понять, правда. Система оповещения, да, вот некая. Есть же еще сирены в городе, насколько я понимаю. И помню, как их тестировали даже. Вот это же. Когда надо протестировать? С утра, блядь, пораньше обязательно вот эту сирену. И, насколько я помню, один из министров, то ли кто сказал, что они не запустили систему оповещения, потому что... Недостаточно сильный. Недостаточно, было пять, а он говорит, от пяти с половиной надо. Вот еще бы чуть-чуть, 0,5 буквально не хватило для полного оповещения. Да, и ты бы хотел, по идее, ну то есть, мне просто сказать, что землетрясение, это катаклизм достаточно сложный, и о нем сложно предупредить заранее. Но вот две минуты, это, по-моему, хорошее заранее в целом. И тебе пришло оповещение, ну, блядь, оповещение тоже. Я на вот эти оповещения о лавине, о гололеде никогда не реагировал. Это, знаешь, типа, волки-волки, вы меня пугали лавиной. Я и в землетрясение не поверю. Да, что там, дождь из вишневых пирогов сейчас пойдет, может быть, еще, скажите. Я не понимаю, то почему у нас все из домов выехали куда-то за город, а у нас частные дома, и никто, блядь, не вышел, кроме нашей семьи. Все спали, всем насрать. Блин, ну, не знаю, мне кажется, еще все делали вид, что алматинцы в целом привыкли к землетрясениям, но вы же не привыкли к таким землетрясениям. Нет. Понятно, передо мной-то можно выебываться сколько угодно. Я-то, понятно, тут, ой, да, правда, вы привыкли к этому, а пуль у ртом ловить, ловить будете? Вы же ко всему привыкли. В целом, ты жалуешься, получается, на МЧС Казахстана. Ну, то, что еще не сирены не включили. То есть мне предлагают... То, что сирены не включили, было бы прикольно хотя бы их услышать после землетрясения. Просто, ну, это... Ну, вы просили, мы сделали. Там уже... Ну, ну, вот. Сами делайте как бы с этим, что хотите. Можете чуть-чуть потусоваться. Не, сирены в целом мне как концепция не нравятся, честно говоря. Я бы хотел какой-то более нежный звук. Ну, честно, вот это вы, вы... Ну, то есть я даже не могу... Очень страшно, когда херачишься. И так же, по идее, должно быть, да? Тебе должно быть пиздец, страшно. Должен бежать. Я хочу какой-то... Просто... Не знаю. Мьяги и Эншпиль пусть. Зато рилз какой получится. Вообще, заметили, первое, что люди делают, когда выходят из своего дома во время землетрясения? Как ни странно, записывают сториз. Сразу же. Блин, это мы как... Мне кажется, это часть какой-то нашей сейчас эволюции. В том, что когда ты близок к смерти, тебе не хочется продолжать род. Тебе хочется как бы жестко высраться в сториз в инсте теперь. И что? Ну, ладно. Ну, МЧС Казахстана я нахуй слать не буду. Либо, потому что по закону подлости я уверен, я окажусь под этой ебаной лавиной. И никто не приедет меня спасать. Мы про Андрюха слышали. В целом, ладно, давайте зафиксируем, похлопаем. Спасибо вам. Полина, давайте Полине похлопаем. Полина, что? На что жалуетесь? Блин, из чего бы выбрать? Да, как бы, что именно? Вообще, у меня жалобы на то, что я родилась сразу после Нового года. Ну, как, 3-го числа. И есть несколько минусов. Во-первых, это один подарок на два праздника. Всю жизнь. Просто родители, друзья, без разницы. Но это хорошие подарки. Ну, потому что на Новый год и на День рождения... Нет, давай так, если они тебе дарят на Новый год как на День рождения, это ок. А если на День рождения как на Новый год, то не ок. Какая там... Ну, пример, пример подарка, который тебе дарили. В этом году. Недавно же тебя было. В этом году. Ну, в этом году я уже всем пожаловалась, и они начали дарить по два подарка. Вот в чем дело. Тогда говорите, что за два подарка были. Например. Например. Цветы. Так. Это на День рождения. Новый год, конфеты. Вот и собрался мой подарочек. Почти. И кигуруми. Кигуруми. Ну, на эти подарки я не жаловалась. Я знаю, что это. Ё-моё, кигуруми. Вот я это прямо жестко, я долго вспоминал. Кигуруми, так-так-так. И где-то вот это я работал в детском лагере семь лет назад. Кигуруми, точно. Они носили кигуруми. Так, кигуруми. Ну, домашняя пижама, короче, какая-то с приколом. Да, да. Кигуруми и цветы. Да. Меня все устраивает. Ну, вот как пример. Да. Два подарка. Ну, вас бы все устраивает. Класс. Да. Вот. Но это в этом году. С жиру бесимся, по-моему. Возможно, возможно. Это в этом году, ладно. Что какой-то, может быть, самый был подарок, который вас очень расстроил. И еще на Новый год и на день рождения. Да их, скорее всего, просто не было, этих подарков. То есть мне пообещали, да ладно, потом. Пока салаты доешь, типа, да. Пока салаты, да. А конфеты вот эти вот на Новый год. А, носки, наверное. Просто вот носки и конфеты. Тепло тебе, и ты не голодная, что... Не, подожди, но ты же все равно... Нет такого, что с 1 по 3 января все равно атмосфера праздника царит какая-то дома. И что они только больше твой день рождения делают? Трехдневный день рождения? Ну, не знаю, наоборот, Новый год, он затмевает своей грандиозностью, будто бы день рождения. И еще не все люди очухались после Нового года, и все вспоминают число Татого. Третьего января ты выходишь на балкон, и какой-то чувак, который только что проспался... Балкона нет, балкона нет. Ты смотришь в окно, очень важная деталь, а не на балкон. Вот, а пизда-то было бы, если бы тебе балкон подарили 3 января. Но ты, к сожалению, стоишь грустной в кегуруме с цветами 3 января. И какой-то чувак, который вот 1 января, вернее, 31 декабря в 11 вечера уснул, проснулся почему-то 3 января ночью и запускает салют, и ты такая, это в мою честь. Приятно? Приятно. Но это не в мою честь. Это в твою честь. А в честь кого? В честь кого ты думаешь это? Вот и у меня нет ответа. Теперь у нас у всех есть ответ, что все эти салюты 3 января в честь тебя. Главное, помни об этом. Да мы же должны были послать кого-то. Кого? Да я не знаю. Я не знаю. Не высасывайте из пальца врагов, пожалуйста. Нет, я так не буду. Людей, которые позже вспоминают. Такие, а сегодня пятая? А ты напоминаешь о своем дне рождения? Потому что, извини меня, когда Новый год, надо напоминать о своем дне рождения. А почему я должна напоминать? Потому что мир несправедлив. Вот именно. Поэтому ты должна напоминать о своем дне рождения. Я помню, что вы уже к нам приходили, что вы работаете в авиакомпании, но я не помню, как вас зовут. Какой авиакомпания? Нет. Вы меня спутали. Я тоже смотрела этот выпуск, но это я не та девушка. Вы просто очень похожи. Да, наверное. Нет? Нет, я не была на книге жалоб еще. А что вы говорите при этом? Вы сказали спасибо, да, узнал или что? Нет, я смотрела, я смотрю все выпуски, а фанатка. Я узнал, я помню, как вы смотрели книгу жалоб. Помню этот вечер. Вот я иду мимо какого-то дома и вижу, вы смотрите книгу жалоб. Тогда как вас зовут? Меня зовут Камила. Камила, давайте Камилю похлопаем. Камила. Либо человек, утверждающий, что она Камила. Но пока не поняли. Камила, на что жалуетесь? Жалуюсь я преимущественно на мужчин. Я думаю, в этом зале таких нет. Но я не фемка сразу. Ну, просто. Нет, даже если вы. А я жалуюсь на... Извините. Если вы даже фемка. Вот, ничего. А снова. Нет, ну просто я уже представляю, что комменты будут. Мать. Да плевать на этих комментаторов. Вообще. Говорите, как чувствуете. Я жалуюсь на мужчин, которые харкаются везде. Просто вот везде. Возможно, здесь в золотом квадрате этого нет. Но вот ниже Алматы, вот первая Алматы, ЖД-1, ЖД-2, вот нижняя часть Алматы, это просто кошмар. Ступить некуда. Это когда кто-то харкнул и 112 теперь такие, осторожно, гололёв. Да. Осторожно, гололёв. А представьте, сколько там болезней, заразы всякой. Представляю. Мне бы страшно. А я видел, когда я только приехал в Алматы, по-моему, сейчас уже нету этих билбордов. Там был изображён верблюд, по-моему, плюющийся. И вообще штраф, по-моему, есть. Да, закон ввели, но кто его придерживается? Сколько штраф за плевок на улице? Кто-то знает? Может быть, Ваймер, не знаю. Честно, не знаю. Ну, какой-то имеется штраф. Какой-то имеется. Ну, я вот не понимаю, какой вот, то есть, у мента должен был быть день, что он прямо стоит где-то и такой, давай, плюнь. А знаете, было бы здорово. Было бы здорово? Было бы здорово, конечно. Вот, опа, подобрал. Подобрал за собой. Это просто реально очень интересно. Нет, ну давайте в закон унижения не будем вписывать. Штрафа достаточно. Подобрал, слезал ещё. А подождите, об этом пел ещё, по-моему, Высоцкий. Я могу ошибаться. Мол, плюйте вку. Об этом пел Высоцкий. Или говорил, не знаю, какая цитата была, мол, плюйте в урны мужчине. Нехоро кейти. Да. Блядь. Вы мою манеру поняли. Так, подождите, Высоцкий пел про что? Он говорил, по-моему, об этом. Вот, мол, плюйте в урны, ну, не на землю. Что-то такое было, я припоминаю. Я сегодня вечером переслушиваю эти волны, Сосков. Я сама поищу. В поисках этой строчки не плюйте на асфальт, а в мусорку нормально. Вы росли в полной семье, у вас есть отец? Да. У вас есть отец? Тогда я не понимаю, почему вы не привыкли к харчкам, потому что... А, ну, по утрам вот это вот, да. Каждое утро семьи начинается с отцовского... Я думаю, к этому... Ну, вот так вот. Ну, то есть, ладно, дома, ладно, отцу можно просить. Извините, чуть-чуть микрофончик поблизости. Ой, извиняюсь. Отцу можно просить, брату можно просить. Ладно, это дома. Ну, когда на улице... Ну, не знакомцу не просить. Ну, нет, на улице именно... Какой хуй ты не можешь проглотить слюну? Но! Я вспоминаю себя в детстве, иногда так хочется плюнуть вдаль. Иногда бывает такой херовый день, что ты просто такой, зато я до забора доплюнул. И день уже не такой плохой. Я чего-то добился сегодня. Ну, видать, очень плохой день у половины Алматы. Опять-таки, в нижней части. Блин, вы не утрируете, да? Не утрирую, правда. Я, может быть, да, не замечаю, что люди много плюются. Я каждый день это вижу. Ну, не чувствую, слава богу. В плане, ну, я вот... Ну, это очень неприятно. Вот идешь, и люди плюются. Причем, ни один они, как правило, таксисты, там, не знаю, водители, там, даже вплоть до автобусов. Я вот это в такси, прости, ты вспомнил. В такси я вспомнил ужасный случай. Когда таксист вот плюет, да, и чуть-чуть на тебя попадает. Да, от ветра, от ветра. Вот чуть-чуть на тебя долетает. И ты прямо такой... Это будет одна звезда, блядь. Я и харкну тебе вправо. Ну, правда, когда он плюет, и на тебя попадает, и, главное, еще, он на тебя не попал, а так, чтобы он увидел. Ну, и при этом рамсить, он сейчас вообще тебя заплюет. Не, ужасно. Мне тоже не нравится, когда... А вам не нравится любое, вот когда люди харкают, или когда люди плюют? А плюют просто вот это. Все. Как в советских фильмах. Поняла, да. Ну, нет, именно когда харкают. Когда там, знаете, нутро вышло, там... Пытаюсь искать все вариантов. Я думаю, их можно просто уже послать всех, нахуй, ну все. Нахуй всех, кто... Да? Да. Никто нам ничего за это не сделает, надеюсь. А знаете, вот да, давайте. Ну, вот последний нахуй. Последний нахуй. Да. Люди, которые... Где? Посмотрите. А есть кто харкается на улице? Конечно, вы не признаетесь, но я хочу узнать. Ну, есть кто-то, кто может вот курить на балконе, и что-то забылся, задумался, плюнул, но людей не оказалось, и слава богу. Было такое? Я закрою на это глаза. Минимум, минимум, потому что здесь другой контингент. Думаете? Контингент невыдающих себя людей. Они хранят эти частички себе. Все, ну правда, последний нахуй. Надеюсь, таких людей будет становиться, не знаю, меньше, потому что это, правда, неприятное какое-то проявление. Давайте закрепим это и пойдем дальше. Да, надеюсь. Привет, меня зовут Илья. Илья, давайте Илье похлопаем. Блин, ну что-то в эту... Надо будет перебраться срочно в эту сторону. Спасибо. Я хочу пожаловаться на скептичных людей. Вот, то есть, приведу на примере. Скептичных? Да, вот таких скептичных, таких слегка даже, может быть, похуистичных, типа... Объясни на примере. Короче, как все знают... Подожди, скептик и похуист? Я немного, я немного хочу... Вообще не состыковываются. Я хочу сейчас немного объяснить на примере. Я говорю сейчас как скептик, по-моему, да? Или как похуист? Ну ладно. Нет, вот, допустим, все знают, вот у нас вчера было землетрясение. Было. Вот, да. И вот конкретно, допустим, мой брат. Так. Я конкретно на очко сел, когда началось землетрясение. Понимаю. Вот, я боюсь... И, подожди, ты из душа, не знаю, что там, голый, в чем попало? Я сразу оделся, типа... Без брата? Ну, в смысле, ты ушел из дома без брата? А у меня прикол, короче, у меня в целом вся семья такая была. А у меня прикол, короче, так-то он мне не родной в целом. И ничего страшного. Нет. У меня вся семья просто, ну, абсолютно как-то... А ты младший, старший в семье? Я самый младший в семье, и как бы все, типа, сидели. А я прям на очко что-то и все. Ну, вот это вот самых младших, да, и воспитывают самых, да, ссыкунов. Спасибо. Простили. Это только ради шутки. Ну, то есть ты, я думаю, в более тепличных условиях выращен, чем твои братья, сестры? Есть такое? Ну... Я из многодетной семьи не пизди, что это не так. Ты точно? Со стороны родителей, может быть, да, так было. В более тепличных условиях? Да, родители, может, ко мне как-то все равно. Ну да, братья, понятно, что не относятся к тебе тепло. Я выглядываю в окно там, ну, я живу в девятиэтажке, в Брежневке стандартной. Чуть не перепутал вождя. Да, да, да. Как ты мог? И там просто, типа, весь подъезд там выбегает. И я смотрю и такой, ну, давайте, ну, что же, типа, а то, ну, как-то... А все с девятого этажа прыгнут, ты тоже прыгаешь? Ну, нет, не в этом дело. Ну, во время землетрясения прыгнул бы, конечно. Может, спасся бы, не знаю. Вот. Окей. Лучше умереть от высоты, чем под завалами, правильно? С другой стороны. Ауф. Я в целом не люблю людей, которые либо скептичны, либо как-то вот так к смерти относятся. То есть, типа, ну, у тебя жизнь одна, и ее надо беречь, как бы, ну, по идее. Думаешь? Ну, надеюсь. На ней, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что ее нужно беречь. И жизнь близких тоже, конечно. Ну, свое. Ну, и близких. Ну, ты понял же. Ты во все паблики хочешь попасть? И крутую цитату про смерть, и берегите близких. Ауф. Сын маминой подруги чисто перед нами сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Артур. Артур. Давайте Артуру похлопаем. Артур. Хочу заметить, что Кожанка супер. Просто круто, круто выглядишь. Вот о чем хотел бы сказать. На что жалуешься? На кофе. И на Старбакс в частности. Во-первых, он украл у меня друга. Старбакс? Да. Так, поподробнее. Я тот человек, который в компании. Вот у меня все в семье пьют кофе. Я один такой, нет. Херня полная. Тебе не нравится кофе? Ты хейтер кофе? Я думал так. Пока у меня друг не устроился в Старбакс. Так. И он мне дает бесплатный напиток и говорит, попробуй. Я говорю, хуята. Опа. Даже бесплатная тебя не пробила? А я еще услышал, что оно 2 500 стоит. Я говорю, двойне хуята. Прикольно, что ты услышал, что оно столько стоит. Ты же не заплатил. Меня ни разу не смущало, когда я слышал цену. Но уже в руки получал. Квартира? Сколько она стоит? Сколько миллионов? Она моя? Ой, ужас. Ужас. Так, ты захейтил по-прежнему. Сколько бы он тебе не дал уже этих плюшек, бонусов на этот кофе? Я решил подумать. А может Старбакс просто херня полная? Пошел в универскую кофейню. Там получше. Она-то поборется за Старбаксом. Она подешевле. Пошел вот тут в центр или в кофейню. Это лучше. То есть ты так ненавидел кофе, что начал пробовать весь кофе? Чтобы понять, насколько оно хуевое. В итоге оказалось, что оно нормально. Не пробуй, пожалуй, никогда не пробуй травку. Никогда. В твоем случае это точно трамплинный наркотик. Получается, Старбакс украл у меня друга, потому что... Почему он украл друга? Он устроился туда на работу. И каждый раз, когда я хотел ему позвонить и напомнить, что он гей, он не брал трубку. Потому что он на работе. Он называл имя какого-то другого гея на стаканчике Старбакса? Ну, когда я проходил мимо именно этого Старбакса, где он работает, его никогда не было. Думаешь, он зазнался? В Старбаксе? Или, может быть, он устал от грустного ебала своего друга постоянного? Который такой невкусно. Бесплатно и невкусно. Алло, гей. Есть еще немножко бесплатной вот этой мочи, которую ты готовишь целыми днями? Ты плохо спишь? Я вчера во время землетрясения играл. Да. Потом подумал, ну надо... Потом мой брат выходит из ванной такой. А я ему говорю, да мне вообще похуй на землетрясение. Я вместо похуй просто пошел кушать. Ты еще и кушать пошел? Да. Понял, что энергии маловато выбежать из дома. Надо подкрепиться. И в конце пошел спать под видео под Иисуса. Про историю Иисуса. История Иисуса? Вот эта история Иисуса за 10 минут. После землетрясения. Ты интересный человек. Но еще чуть-чуть, и все, что ты говоришь, будет звучать, как будто ты магнитина. Буквально... Так, подожди, и что там по Иисусу? Как у него там карьера развивалась? Ты правда уснул под карьера Иисуса? Мне очень нравится, что это карьера, оказывается, была. Я много не запомнил. Не в той мы стране находимся, где много про Иисуса запоминать надо. А на что жалуешься-то ты? На Старбакс? На Старбакс? Да пошли нахуй они вообще без проблем. А он работает там, твой друг до сих пор? Да. И вы реально плохо начали общаться? Ну, мы стали очень редко общаться. Он мне говорит еще в декабре. Все, я увольняюсь. Да. Я ему звоню через неделю. Да не, остаюсь. И кого мне подвозить? Он на работе вечно. То есть проблема в том, что ты устал ездить один по городу, искать людей, которых ты бы подвез? Хочешь, тебя подвезу. Хочу. Хочу, только давай завтра созвонимся. За кофе встретимся. Ого-го. Это рубрика «Никакой эмпатии», в которой мы обесцениваем ваши жалобы из комментариев. Перед этим поставьте второй раз, напоминаю, лайк, комментарий. Напишите свою жалобу, мы ее, может быть, обесцениваем в следующем выпуске. И подпишитесь на канал, потому что в конце февраля на моем канале выходит мой новый сольный концерт, который называется «Позорище». И хочется, чтобы вы быстро его посмотрели, чтобы его потом увидели другие люди тоже. Вот, спасибо вам за раме. Жалоба на любовь. Здравствуйте, Андрей. Хочу пожаловаться на своего классного руководителя. Она слишком любит меня, и иногда ее любовь проявляется в виде шлепков по моей попе или просто спонтанных объятиях. Мне неловко. А мне кажется, все хорошо. Классный руководитель должен формировать ваши взгляды на мир и сексуальные девиации. Жалуюсь на сильную маму, которая вырастила меня такой же сильной. А теперь мне 29, и она требует, чтобы я стала слабой, иначе замуж я никогда не выйду. Как, собственно, и сама мама. То есть для вашей мамы завести ребенка – это дать слабину? Я студентка по специальности реклама. Хочу пожаловаться на преподавательницу по маркетингу. Заебало всех булить и переводить все в шутку. Я ведь и расплакаться могу. А это уже никак не остановить. Вот прикинь, ты занимаешься маркетингом в России, и вместо Кока-Колы тебе вдруг говорят рекламировать. Добрый Кола. И как тут? Без юмора и буллинга. Залоба на моих соседок по блоку в общежитии. У нас общий душ, который убирают только я. Я уже устала, блин. Достаньте все их волосы из слива и сделайте из них в душевой петлю. Я думаю, это будет понятный намек. Жалуюсь на нового заместителя начальницы. Сама начальница просто солнышко. Заместитель, занявший ее пост на время отпуска две недели, с первого дня ведет себя очень высокомерно по отношению к сотрудникам. Запрещает вещи, которые раньше были в рамках нормы. Самое неприятное, нельзя отработать часы в один день вместо другого. Блин, вам радоваться надо. Самое крутое, что этот руководитель скоро уйдет. И все будет хорошо. Поверьте, в наши дни это роскошь. Жалуюсь, что я третий год учусь на переводчика. Уже хорошо владею английским, хочется практики. Ну или переехать уже наконец-то в лучшем случае. А возможности выехать как не было, так и нет. Даже на горизонте. Становится очень грустно и неприятно. Да, согласен. Это полный... Не знаю, как по-английски безперспективняк. Наверное, это какой-то hopeless. Хочу пожаловаться на то, что потеряла свои наушники. Мне просто грустно и очень неприятно, что я настолько безответственная. Зато вместо музыки вы наконец можете глубоко погрузиться во все поглощающее. Такое родное. Чувство вины. Жалуюсь на таксистов. Постоянно сруюсь в машину и там воняет. То потом, то сигаретами не самое худшее. То какой-то тухлятиной. И постоянно у таксистов в возрасте. Отзыв плохой писала. Не помогает. Хороший таксист это выдержанный таксист. С плесенью и запахом. Присмотритесь. Может имя вашего водителя Дорблю? Жалуюсь на людей, которые покупают цветы и спрашивают. Сколько простоят? Неделю простоят? Бля, а может вы хоть раз подрежете и воду поменяете? А если вас пырнуть, сколько вы протянете? Вы точно знаете? Я очень рад, что вы работаете в цветочном магазине, а не в травматологии. Я бы к вам с ножевым не пошел. Вы бы еще раз меня подрезали и в воду поставили. Жалуюсь на то, что сколько бы я не жаловался, мои претензии не попадают в рубрику «Никакой эмпатии». Сколько он жаловался, чтобы попасть в рубрику «Никакой эмпатии»? Бесит привзятое отношение к девушкам, которые разбираются в технике. Не смогла открыть бензобак примерзший, помощи попросила у мужика. Он поржал и обосрал, мол, билстолковая баба. Я, которая самостоятельно засухарила клапана, меняла стойку стабилизатора, ставила проставки и всякую хрень. Вообще круто, что вы засухарили клапана, вы, наверное, еще засолили ремень ГРМ, запекли генератор под сыром и на зиму заморозили бензобак. Жалуюсь на жлобов. Работаю в магазине для взрослых. Каждый раз приходят нищие челы, юзающие масло олейно вместо смазки. Ну, не знаю, возможно, если он юзает масло олейно вместо смазки, он хочет сделать из своего пениса стрипс. И вообще, не судите взрослых людей. Нет для чего лучше, как заняться сексом с любимым человеком, а в комнате запах жареной картошечки. Устала сводить неудачную тату? Это больно и дорого. Знаете, эту ошибку молодости хотя бы можно исправить. А с ребенком всю жизнь больно и дорого. Брекеты не работают. После снятия, через два года, зубы принимают прежнее положение. Слегко решается у вас так называемый ностальгический прикус, когда зубы хотят обратно в свое кривое прошлое. Так что поставьте посередине один винир, и все за ним потянутся. Привет, Андрей. Жалуюсь на то, что в магазине со мной не здороваются. Хотя я всегда четко говорю. Здравствуйте. И спасибо. И до свидания. Слушайте, уж поверьте, их здрасте иногда обиднее, чем любое иди нахуй. Так что молчание – это наоборот знак лояльности и хорошего отношения к вам. Жалуюсь на свекровь. Она в последнее время каждое поздравление к праздникам желает нам пополнения. При том, что мы вообще живем в другой стране и возвращаться не планируем. Вы можете уехать от авторитарного режима, но от материнского режима вам не скрыться. Жалуюсь, что в общежитии не разрешают вешать на стены плакаты, аргументируя это правилами советского общежития. Хотя из советского там только трубы. Не переживайте, ваше общежитие рано или поздно развалится. Жалуюсь на родственников в новогодние праздники. Че-то приехали, все сожрали, все выпили, почитали кучу нотаций, задолбали своими вопросами про женихов и свалили, ничего не подарив. Это че вообще такое? Задолбали. Еду съели, напитки выпили. Будьте благодарны, что у вас жениха нет. А то бы и его еще выебали. Бесит, что в обществе не нормализована помятая одежда. Бывает, не успеваю погладить вещь перед выходом или просто лень. Про рубашки вообще молчу. Процесс ее глажки разворачивается в голодные игры. Зато в обществе сейчас считается приемлемым помятое лицо. Так что просто носите рубашку со своей фотографией. Цены в маршрутках постоянно меняются. Но почему нельзя установить ровную цену? А во многих случаях где-то 63 рубля или 37. Почему нельзя округлить? Вы же знаете, как у нас это работает. Вы предложите округлить, и они округлят до 100 рублей. Жалоба. Мама сказала, что у меня нет парня, потому что у меня на лбу написано «иди нахуй». Как найти парня? Ищите парня, у которого на лбу написано «иди нахуй». Все, это была рубрика «Никакой эмпатии». Мы с этим закончили на сегодня. Так что приятного вам просмотра. Книги жалоб. Последнюю жалобу. Так, это надо будет не выбрать. А нет, мне не надо будет выбрать. И вы захотели. Блин, вот это мне не нравится. В начале один, вот еле-еле поднимаю. Под конец все захотели сразу. И кого выбрать? Давайте экспрессуем. У вас как, вы о чем? Аэропорт Алматы. Так, у вас? Холодно. Конкретно сейчас, Андрюк, сделай что-то с этим. У вас что-то зажаловано? Наталья. Уже что-то на взрослом. Давайте чуть подключим, да? Давайте тогда. Простите, что я обделю. Аэропорт Алматы. Холод. Дадим вам микрофон. Как вас зовут? Ангира. Ангира. Давайте Ангире похлопаем. Так, Ангира, на что жалуетесь? Жалуюсь на нотариус. Так, что там с ним не так? Мы сегодня пошли в нотариус, хотели перевести апостиль. Я так давно столько взрослых слов не слышал. Круто. После Старбакс вообще, как будто водой меня катили. К нотариусу апостиль. Это что? Я реально не знаю. Это такой документ, такая справка, которая подвержает то, что документ может быть международным. Так. Я так понимаю. Какой вам документ понадобился, чтобы был международным? Сертификат о браке. Ага. А что вас, не устраивает, что только в Казахстане? Мой супруг, он работает в Германии. А, вы работаете в Германии. Такой. Работаете в Германии. А здесь приехали отдохнуть? Или вы сами алматинцы? Как отпуск? Как вы из Германии? Я из России. Вы из России? Вы из Германии? Не, я отсюда. Вы отсюда сейчас живете, работаете в Германии. Ну, хватило, блин, значит, да? Все, ладно. Что-то я хотел похвалить, как бы, на вашу паронабору, блядь, пизду. Короче, чтобы вы делали апостель, чтобы ваши отношения и в Германии были легальными, и чтобы вы могли все там быстро по документам сделать, упростить себе жизнь. Да? И вы пошли. И что? И мы просили только перевести апостель. Так. Она говорит, надо переводить весь сертификат. Я говорю то, что у меня уже есть перевод на немецкий язык. Она говорит, как это так? Давайте переводить, потому что если переводить апостель и не переводить сертификат, то у меня не могут принять документы. Да. Я сама первый раз это слышу. Холодно, да? Прости, пожалуйста. Так? То есть она хотела предложить услугу, которую не нужно было делать нам. Да, хотела побольше взять с вас денег. Правильно? Но это же небольшие какие-то деньги. Но просто есть такой вариант, что принципиальность. Не захотелось, нам надо сделать конкретно эту услугу, сделай нам это. Да? Верно? Да, верно. И что вы только как поступили? Я немножко растерялась. Потому что я вообще не знаю, как это же делается. Я подумала, ну раз она так говорит, значит так надо делать, чтобы все было нормально. Я помню, вы из России, да? Да. Когда говорят, надо делать. Либо придут дяденьки домой потом. И заставят это делать. Так, вы растерялись. Я растерялась. Пошли на поводу ее обмана. Да. Да? Заплатили денег? Нет. Хорошо, со мной был мой супруг. Так. Он мне пишет WhatsApp. Тертый калач. Извини. Почему-то вспомнил именно такое выражение. Тертый калач. Он мне пишет WhatsApp. Тертый калач. Что за хуйня вообще? Тертый калач. Кому в прикол? И почему это является чем-то крутым? Кто хоть раз потер калач? И такой, буду человека опытного так называть. Простите, давайте продолжим. Итак. Он мне пишет. Она хочет нас надурить. Так и говорит. Да? Надурить. Да. Я прочитала такая. Угу. На него посмотрела. И он такой говорит. Так, нам это не надо. Все. Она такая. А вы уверены? А может быть у вас не приняты документы? То, что может быть какие-то проблемы возникнут? Мне кажется, этим сговором вы без нотариуса можете доказать всему миру, что вы официально муж и жена. Потому что вы сговорились и помогли друг другу, чтобы одного из вас не обманули. В этом плане вы точно... Он меня подхватил, да. Да. И что в итоге? Вы сделали? Что хотели? В итоге... Она согласилась на меньше? О! Документы! Все сделали. Все. Все. Блин, подготовились. Круто. Она сделала все по вашим правилам. Как вы и хотели. Да. И вы теперь официально в мире признанные муж и жена. Да. С чем я вас и поздравляю. А все эти нотариусы, пусть идут нахуй. У меня на выбор сегодня две книжки. Ахматова и вот такая есть еще книжка. Со стихами. Называется «Наша жизнь». Такая вот коротенькая. Можем попробовать на книге «Наша жизнь». Книга со стихами, да? Собственно, как гадаем на стихах? От вас нужен вопрос, страница и попробуем этим самым стихотворением как-то ответить на ваш вопрос. Давайте, поднимите руку, кто хочет задать вопрос. Да, давайте, вот вы. Без микрофона могу дать? Конечно. Что меня ждет на новой должности, страница восьмая. Что вас ждет на новой должности, страница восьмая. И вы при этом не были на книге жалоб, а именно девушка, которая была похожа на вас, сказала, что ее повысили. И я уже думаю, что я в симуляции какой-то живу. Отлично. Как еще раз вопрос? Что меня ждет на новой должности? На новой должности. Страница. Всего страниц. Восьмая. Хорошо. Такая точно есть. Что вас ждет на новой? Надеюсь, не такая зарплата вас ждет. Стараемся. Годам сопротивляемся. А на висках лихая седина. Нас больше дни рождения не радуют. К чему нам этот круглый юбилей? Встречаем день с желанием отрадую помедленнее гнать своих коней. С друзьями что-то встречи стали редкими. У каждого свое житье, бытие. Их лица годы метят злыми метками. Вглядись. Метками, апостелем. Вглядись в них отражение твое. Промчится жизнь короткими дорогами. Лишь кое-что сумеем мы успеть. Когда-то пацанами босонокими Мечтали поскорее повзрослеть. В конце немножко хотела сказать. По малолетке, малолетке. Что-то вот под гитару. Пробую финальную. Финальный вопрос. Так, давайте от вас. А то ваша парочка сегодня все внимание на себя забрала. Проработали, буду спрашивать. Давайте так. В какую страну я поеду жить в следующий раз? А вы хотите? В другую страну? Наверное. Хорошо. Наверное, хотите. Когда в следующий раз? Интересный у вас план страницы? 16. 16 страничка. Куда поедете? Куда поедете? Придем. Нас флагами встречают. Уходим, пули вслед летят. Нас оккупантами считают. И нас за хлеб благодарят. Афганистан. Афганистан. Я научился через тебя ценить людей. Ты высветил душою чистых и подхалимов всех мастей. Идеально. Идеально. Так, спасибо вам большое за этот вечер. Кто смотрит это в интернете, еще раз поставьте лайк и напишите свои жалобы. Спасибо, что поддерживаете. И вам тоже большое спасибо. Все, пока-пока. Афганистан. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»